Звучит музыка Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы очень рады вновь приветствовать вас на нашей программе «Открытая книга». И мы продолжаем удивительно интересные беседы с нашим почетным, уважаемым гостем Олегом Юрьевичем Гончаровым. Здравствуйте, Олег Юрьевич! Здравствуйте! Мы продолжим с вами беседы о библейских героях и о том, как в их жизни и служении проявлялся Евангелие и какие параллели с жизнью Иисуса Христа существуют в библейском повествовании. Сегодня мы поговорим об Иосифе. Об Иосифе повествует книга «Бытие». Да, это очень мною любимый персонаж, герой Библии. И интересно, история этого персонажа библейского действительно во многом очень похожа на историю Христа, на евангельскую историю. И, соответственно, конечно же, через него, как и через жизнь других библейских героев, о которых мы размышляем на наших передачах, Бог открывал людям его времени, Слово Божие, Евангелие. История Иосифа начинается с предательства. И его предают родные ему люди. Это первая, наверное, параллель, которую мы сегодня в нашей передаче заметим. Потому что очень это похоже на историю Христа. Помните его слова, которые он произнес? «Пришел к своим, и свои не приняли». А также человек ближе к ней со мною, который ел хлеб мой, поднял на меня питу. Его тоже предали его братья, то есть иудеи, народ Израилев, частью которого он был, свои предали его. Так же, как и Иосифа. Иосифа предают за его видение. Он стал получать видение. Вот если мы откроем книгу «Бытие», и мы откроем 37 главу «Бытие». Здесь, с шестого стиха, он пересказывает свое видение. Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы встали кругом и поклонились моему снопу. «И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами, неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его». Правда, вот повторяется как бы евангельская история. И Иисусу говорили, неужели ты царь иудейский, да? Неужели ты Мессия, которого мы так ждали? Неужели мы будем тебе поклоняться, да? Неужели ты будешь владычествовать над нами? И, в общем-то, предали ты Иисуса тоже из-за этого же, да? Из-за ревности. Из-за того, что вот Иисус, как его обвиняли, делал себя равным Богу, да? По сути, это повторяет историю Иосифа и предательство Иосифа, которое было совершено братьями. И дальше его история интересная. Он попадает в Египет в качестве раба, да? Родные братья его продали. Да, и вот здесь история эта перекликается, наверное, с историей Даниила, о которой мы говорили уже в наших передачах. То есть, так же, как и Даниил, в последующем, он оказывается рабом в чужом государстве, да? С чужой религией, с чужой культурой. Бесправный раб. Вот в чем-то эта история похожа на историю Даниила. И взят он из родного дома, от отца, да? Между прочим, вот опять же мы... Ну, кстати, если вы с Даниилом решили сравнить, а если со Христом сравнивать, тоже был продан за серебро? За серебро был продан, совершенно верно. И тоже получается, смотрите, Иисус оставил дом отца своего, да? Вот в этих, во всех историях, смотрите, мы с вами читали и Авраам, да, и Даниил, и вот сейчас Иосиф. Вот эти герои библейские, они тоже оставляют дом отца своего, они тоже оставляют дом отца ради какой-то миссии определенной. Вот Иосиф попал в дом Патифара, египтянина, царедворца. И смотрите, второй стих, здесь 39 глава, говорит о нем. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего». В чем был секрет вот успеха Иосифа и тех достижений, к которым он пришел? Господь был с Иосифом, вот второй стих говорит, это секрет его успеха. Если с человеком Бог, если человек пребывает с Богом, да, то можно достичь даже невообразимого, да, можно преодолеть любые испытания, которых выпало, как мы видим, на жизнь Иосифа, очень и очень много. Вот, он оказался рабом в доме Патифара, и вдруг тут же, в следующей стихе говорят, и увидел господин его, что Господь с ним, смотрите, интересно, да, он увидел, что Бог его благословляет, и что всему... Хотя он сам господин в этого Бога не верил, он был язычник, да. То есть здесь вот мы видим, что в своей жизни он дому Патифара проповедь, да, самому Патифару его дому несет проповедь о Спасителе, о Христе, о Господе. Он увидел, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. Какая интересная параллель, да, вот с книгой Даниила, мы только недавно вот об этом говорили. Для того, чтобы заслужить такое доверие, это нужно действительно проявить принципиальность, честность, бескорыстность, отсутствие какого-то вот такого коррупционной составляющей, да. То есть там же приходилось решать многие вопросы, и там это хороший повод для людей, которые жаждут собственной наживы, воспользоваться этим. Но когда раба, приведенного из чужой страны, господин дает ему полностью право всем распоряжаться, значит, действительно, он проявил себя. Так же, как вот в истории про Даниила, да, он был рабом, а потом вдруг царь ему доверяет управление своей страной. Всей страной. Да, собственно, это и проявилось потом в истории Иосифа. Вот, и Патифар здесь назначает его над своим домом. Интересно, как здесь первое испытание, с которым он сталкивается, с жена Патифара, да, которая начинает домогаться его. Нравственное испытание. Да, нравственное испытание. И Иосиф выдерживает это испытание, хотя он понимает, что ему грозит, да, это же... И в конечном итоге, в общем-то, из-за этого он попадает в тюрьму, потому что жена Патифара потом подстраивает, да. Ну, как ни странно, для него, для молодого юноши, который, казалось бы, наоборот, сам должен был искать нечто подобного, да, в современном каком-то понимании, в современном менталитете, а он вместо этого отказывает под страхом быть осужденным за это же, да, не боясь мести этой женщины, он идет по пути Божьего. То есть, и вот важна мотивация его, он говорит, как я могу совершить сие великое зло перед Богом. Перед Богом. Перед Богом. Вот это качество, оно характеризует Иосифа как того человека, который подобен Христу, да, вот, который верен в своей жизни во всем, вот, который остается верен даже тогда, когда к нему приходит благополучие, да, когда к нему приходит положение, там, высокое, да, он все равно остается верен Богу во всех ситуациях. Интересно, как вот судьба бросает Иосифа, да, он был рабом, стал управителем дома Патифара. Это был высокий пост, потому что Патифар-то был кто? Он был придворный, царедворец, да, и у царедворца он становится управителем его всего имения. Это довольно высокое положение. И вот из этого положения он снова оказывается рабом, уже в темнице, из-за своей верности, да, он попадает в темницу. Мы читаем эту историю. Интересно, как ведет себя в этом случае Иосиф, что он делает в темнице? Мы читаем о том, что в темнице он продолжает оставаться быть верным Богу, и он не отчаивается в своем положении, он полагается на Бога. И так же Господь посылает видение ему в темнице тоже, да, для того, чтобы для дальнейшего его продвижения, видимо, в плане Божьем это было, и он видит определенные видения, делится ими, да, с теми своими сокамерниками, можно так сказать. Да, и как раз вот то, о чем вы сказали, показывает, что и в темнице он тоже выполняет свою миссию. То есть он в темнице тоже проповедует о Боге, свидетельствует о Боге, заключенным, который с ним оказывается. Свидетельствует он не только словами, даже, в общем-то, прежде всего не словами, а делами своими. Он оказывает заключенным, во-первых, он честно выполняет свои обязанности, да, мы читаем опять, та же история повторяет. Повторяется, что и в доме Патифара, значит, 21 стих. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. То есть он теперь оказывается распорядителем в темнице, да, невероятный случай. Потому что, опять же, написано, Господь был с Иосифом. И, ну, опять же, он становится начальником, как у нас иногда начальники себя ведут, да, по отношению к своим подчиненным. Вот, то есть, ну, возвышается над ними, да, иногда унижает своих подчиненных, не считает их там за людей. Но Иосиф не так. Иосиф наблюдает за настроением своих, вот, подчиненных в темнице. И когда он видит печаль на лицах, вот, виночерпия и хлебодара, он пытается их как-то утешить, ободрить, да, там, в темнице. Пытается помочь, то есть проявляет к ним внимание и любовь. И вот он тоже, вот, он уподобляется Христу. Интересно, что Иосиф, когда он оказывает помощь виночерпию, да, и тот выходит из темницы, то его забывают там в темнице. Он сказал виночерпию, что ты, когда выйдешь отсюда, не забудь про меня, но тот его забыл. Он остается в этой темнице, значит, продолжает эту жизнь. Но он не отчаивается. Он продолжает служить Богу, пока Бог не предоставляет ему другого случая, да, вот, выйти из этой темницы и засвидетельствовать уже самому фараону. Интересно, что здесь, вот, в книге «Бытие» тоже повторяется история, история Даниила. Иосиф оказывается при царском дворе, значит, проповедует царю здесь вот фараону и достигает определенного положения и успеха уже в глазах вот фараона. Иосиф, благодаря его, опять же, верности и честности. И здесь, в книге «Бытие» описывается такой момент, очень важный вот для нашей темы. Иосиф становится спасителем для египетского народа. Интересно, да, он спасает языческий народ. От голода. И здесь мы видим как раз параллель с Евангелем. Христос – спаситель, Иосиф – спаситель. Интересно, вот мы можем прочитать слова, сказанные народом об Иосифе. 47 глава, 25 стих. Они сказали, ты спас нам жизнь. Буквально они называют его спасителем. То есть это не то, что вот я образ такой придумал, а это буквально слова, что люди его называют, ты наш спаситель. А вот интересно, а как он спас народ? Что он сделал, Иосиф? Вот об этом подразумеваетесь. Здесь же тоже очень интересная параллель. Что он сделал? Он в те годы, которые были благополучные, во сне он увидел этих тучных коров. То есть это символизировало 7 благополучных лет, когда был высокий урожай пшеницы. Чем славился Египет? Он всегда издревле славился производством хлеба, пшеницы. И в течение 7 лет, очень богатый у них урожай, родился Иосиф, очень мудро поступил. Он дал такой совет, чтобы эти 7 лет сделали египтяне резервный фонд, как он нас сейчас называет. На случай... Подушку безопасности. Подушку безопасности. Потому что когда придут следующие 7 голодных лет, которые он тоже увидел во сне, им будет из чего брать. И они сделали, видимо, какие-то амбары там большие, зернохранилища по-современному. И запасли там огромное количество хлеба. И потом он этот хлеб продавал уже людям, и они покупали, и никто не умер с голоду. Наоборот, все как было, страна процветала. То есть он буквально дал людям что? Хлеб. Буквально в смысле этого слова. Для жизни. Хлеб, да. И вот здесь очень хорошая, красивая такая параллель с Евангелем, правда? Потому что Христос говорит о себе. Я есмь, что? Хлеб жизни. Хлеб жизни. Едущий меня, как там сказано, будет иметь жизнь вечную. Вот здесь как раз прослеживается эта параллель между евангельской историей и историей Иосифа. То есть хлеб, да, это слово жизни, которое питает нас, да, это основа нашего питания. И если мы, вывод какой, что если мы будем с Богом, если мы, как Иосиф, доверим свою жизнь Богу... То даже несмотря ни на какие негативные обстоятельства, которые могут... Мы не будем алкать, да, мы не будем голодными. То есть Бог даст нам необходимый хлеб. Ну и, конечно же, здесь огромное его влияние на фараона, потому что фараон увидел, да, что Бог с Иосифом... Прежде увидел Патифар, потом начальник темницы, да, что Бог прибывает с Иосифом. Теперь сам фараон увидел, что Бог с Иосифом... И сам фараон, мы читаем повествование об Иосифе, книги бытия, он тоже проникся, правда, это и вера? Потому что в конце история заканчивается тем, что отец Иосифа, Иаков, когда он возвращается, значит, вот, вернее, переезжает, точнее сказать, в Египет, да, спасаясь от голода в своей стране, вот, и встречается с фараоном, мы читаем о том, что Иаков благословил фараона. Значит, фараон к тому времени, что уже обрел... Веру. Веру в Бога, да, и принял, можно сказать, веру Иосифа. Это тоже очень важный... Момент такой, что верующий человек, вот, он влияет и на правителей, да, а через фараона, естественно, и народ тоже проникся этой верой, посмотрите, как приняли, да, Иосиф и его семейство. Знаете, вот мне даже вспоминается, что в истории Египта, да, в истории, которую мы читаем, в учебниках истории, описывается жизнь одного фараона, который к монотеизму в своей, во время своего правления призвал весь Египет. Совершенно верно, вот, и я считаю, что как раз именно речь идет здесь о том фараоне, с которым мы встречаемся в истории Иосифа. Интересно, еще одна черта Иосифа, ее тоже необходимо отметить. Он умел прощать Иосифа, вот, смотрите, как он поступил со своими братьями, которые его предали и продали, да, он простил им, правда? Хотя не просто ему это было. Нельзя сказать, что он на это не обратил внимания, ему это было легко, ему это было сложно, и он несколько раз даже уходил из комнаты, когда мы читаем это в истории, когда с ними вел беседу, они его не признали сначала, и даже подумать не могли, что это их брат Иосиф и так далее. И открылся нам не сразу, пытался несколько раз испытать, но, тем не менее, все равно, вот, родство вот это вот, и Дух Божий, я думаю, да, который обличает и просвещает всякого приходящего в мир, конечно, он влиял на его сердце и смягчил его для того, чтобы он простил такую тяжелую обиду. Тяжело ему было, конечно, а как мы вот реагируем на обиды, когда... Если бы мы по воле какого-то человека сначала бы проданы были в рабство, потом бы попали бы в тюрьму, а потом бы получили верховную власть в свои руки, вот что бы... Особенно, когда нас предают близкие наши, да? Вот это особенно больно. Когда кто-то посторонний человек... Вроде от него ничего другого не ждешь. Ну, неприятно. Не то, что посторонний, а может быть даже человек, который действительно против тебя имеет какую-то вражду. Да, неприятно это. Всегда это неприятно. Но когда близкие предают тебе, это очень больно, это страшная трагедия. Вот, и она была трагедией, конечно, для Иосифа, но он верил в Бога. Он умел любить, у него дар был любить и прощать. И это очень и очень важно. Вот здесь тоже есть такое соприкосновение с Евангелием, прямо прямое, можно сказать, параллель прямая. Как Иисус поступил, когда его предал его собственный народ, близкие ему люди, предали его на казнь Понтию Пилату, да? И помните, они кричали, распни его, распни. Сам Пилат пытался его отпустить, найти повод для того, чтобы освободить его. А народ настоял, нет, он заслужил. Конечно, народ там возбуждали, Фалисея и Книжники, но все-таки это был народ. Как было больно Иисусу. Это был тот народ, которого он накормил пять тысяч мужей, да, не считая женщин, и так далее. Как было больно Иисусу, да, и что он переживал в своем сердце. Но он пошел на Голгофу за свой народ, в том числе, правда? За этих людей, которые кричали ему, распни его. И даже за тех, кто распинал его, помните эту историю, да, Господь на кресте молится за солдат, который его распинает, и говорит, Господи, не вмини им. Ибо не ведают, что творят. Не ведают, что творят, да. Вот мне кажется, что в этом Иосиф, правда, подобен. Христу он умеет прощать. И мы говорили уже, и сейчас я хочу повторить, что для наших взаимоотношений с Богом это очень и очень важно, уметь прощать. Вот даже сама молитва, Отче наш, который каждый из нас, наверное, молится, там есть такие слова. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И Евангелие учит, что если мы не будем прощать ближнему согрешений против нас, сделанных, то тогда, когда мы предстанем перед Богом, Бог не простит нам наших согрешений. Правда? Есть даже притча такая в Евангелии, когда, помните, один человек взял у царя огромный долг, 10 тысяч талантов, и не мог вернуть, естественно, потому что это была огромная сумма, он за всю жизнь бы не вернул. Царь простил этому человеку долг, освободил его. А этот человек пошел, нашел своего должника, который ему был должен, сколько там, динарии, 50 динарии, я не помню уже сейчас, и многократно меньше, да, сумму. И стал его душить и требовать. И бросил в тюрьму. И бросил в тюрьму. И тогда царь узнал об этой истории и говорит, если ты так поступил, да, с твоим должником. После того, как я тебя простил. Да, после того, как я тебя простил, то я тебя тогда тоже не прощаю. История заканчивается тем, что царь сажает этого должника в темницу. Пока не вернет весь долг. А он его никогда не вернет, потому что 10 тысяч талантов – это огромная сумма. Вот как важно уметь прощать и прощать даже обиды со стороны близких. Вообще вот история Иосифа, о его жизни, она многому нас может, правда, научить. Как мы ведем себя в трудных ситуациях, в которых мы оказываемся в нашей жизни. Вот. Как мы себя ведем во время испытаний, да, в которых мы оказываемся. Насколько мы сохраняем свою верность Богу, да, и готовы продолжать Богу служить. Мне кажется, что есть чему поучиться, правда, вот в этих историях. Конечно. И удивительно, что всякий раз я не перестаю удивляться тому, как ветхозаветнее писание, казалось бы, для многих людей, для многих из вас, дорогие наши телезрители, вы считаете их, может быть, уже ненужными, ветхими и забытыми, и которые относились только лишь к народу древности, да, к иудейскому народу, а к сегодня, к христианам, к людям, живущим в новозаветнюю эпоху, мало что считается, можно подчеркнуть из Ветхого Завета. Это не так. В Ветхом Завете эти истории, как написано в посланиях Павла, они являются для нас свидетельством, да, для нас, доживших последних веков. И не зная Ветхого Завета, не видя вот всего этого Евангелия в Ветхом Завете, не зная плана спасения явленного через святилище, через жертвы во святилище, очень сложно понять Новый Завет. Практически невозможно правильно понимать многие вещи, записанные в Новом Завете, не будучи достаточно осведомленным во всех ветхозаветных писаниях. Ну да, интересно, что вот проповедь Иосифа, она была подкреплена ведь практическими делами, да. Интересно, как вот наша жизнь, жизнь верующего человека, как она влияет на окружающих нас, да. Что мы делаем для общества, в котором мы живем. Вот это очень важно. Иосиф спасает народ, да. Хотя это не его народ даже, это не его родина, это не его страна. Он так пленник, да. Он так пленник, и все, кто его окружают, они для него по большому счету язычники, те, кто верят иначе, те, кто не соблюдают Божий закон. То есть, по идее, он бы к ним относиться должен был совершенно иначе. Ну, конечно, кто такие вот эти вот в темнице, да, заключенные, какое они к нему имеют отношение, но он к ним неравнодушен. Он помогает, как бы утешает. Мне кажется, вот это, ну, согласитесь, пример для нас. Если мы хотим, чтобы в нашей жизни проявилась Евангелие, чтобы через нашу жизнь Бог открывал Евангелие, значит, нам нужно что? Подобно Иосифу служить, честно выполнять свой долг. Так вот, что делал Иосиф? Особо-то вроде ничего такого сложного. Он просто честно исполнял свой долг. Причем он исполнял свой долг честно там, где вот он оказывался. В темнице, в темнице, в доме Патифара. Сначала в доме отца, да, он отцу своему помогал, там что-то делал честно, да, перед братьями был честным человеком. Потом оказался пленником в доме Патифара, рабом. Он стал там трудиться. Назначили его управителем, там он стал трудиться. В темницу попал. Там он честно выполнял все свои обязанности. Вот, пожалуйста, вам пример. Где бы вы ни работали, чем бы вы ни занимались, если вы будете честно и ответственно выполнять свою работу, доверяя, конечно, свою жизнь Богу, то люди, которые за вами наблюдают, это и ваши ближние, и начальник на работе, и коллеги на работе, они тоже, может быть, скажут такие слова. Смотрите, Господь с этим человеком. Господь его благословляет. И мы тоже хотим получить благословение, да, через этого человека, как вот здесь Параон, Патифар и начальник темницы получили. Вот в чем Евангелие. Вот каким образом мы можем воплотить Евангелие в нашей жизни. Поэтому я хотел бы обратиться к нашим телезрителям, чтобы мы размышляли над жизнью Иосифа, других библейских героев, и чтобы мы сделали очень важный вывод. Быть всегда во всем верным и честным перед Богом, чтобы Бог был с нами и через нас благословил окружающих людей. Спасибо большое, Олег Юрьевич, за интересную беседу. И мы с нетерпением ждем продолжения этих программ, повествующих о жизни библейских героев, о Евангелии в Ветхом Завете и о параллелях ветхозаветних героев, патриархов с жизнью Иисуса Христа. Пусть Господь благословит вас. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok